Большая удача понять свое предназначение в юности и с уверенностью и страстью следовать ему по жизни. По крайней мере, в жизни Валерии Летвиненковой, похоже, именно так и случилось. Девушка уже три года осваивает профессию логопед в Купаловском университете. И чем больше погружается в нее, тем больше понимает. Выбор был сделан верно. Свою будущую специальность, как и университет, в котором я буду обучаться, я выбирала сердцем, это абсолютно точно. Я сделала для себя решение помогать детям с особенностями психофизического развития, с нарушениями речи. И мне важно достичь этой цели и развить себя в профессиональном плане. К слову, родом Валерия из Минской области. А баллы, которые она набрала на вступительных тестах, позволяли ей с легкостью пройти на бюджет в главный педвуз страны. Но однажды она побывала в Гродно, и он ей так полюбился, что никакой столичный вуз уже не мог рассчитывать на эту студентку. Стоит отметить, что логопедия входит в топ-3 самых востребованных и популярных специальностей ГРГУ, а потому здесь очень высокий проходной бал. Кроме этого, большинство абитуриентов хотят учиться международному праву и лингвистическому обеспечению межкультурных коммуникаций. Больше десятка факультетов дают довольно большой простор для выбора абитуриенту. Главное – определиться в своих возможностях и желаниях. В этом году вуз открывает еще две новые специальности. В 2021 году ГРГУ открывает две новых специальности – электрический и автономный транспорт на факультете инновационных технологий машиностроения. Ребята смогут получить квалификацию инженера-электромеханик и заниматься обслуживанием, диагностикой, ремонтом электротранспорта. Это весьма востребованная специальность, и заявок уже на распределение наших выпускников в два раза больше, чем мы их наберем. Сдавать ребятам нужно централизованное тестирование по одному из языков – русскому или белорусскому – математике и физике. Кроме того, на педагогическом факультете мы открываем новую специальность – социальная психолого-педагогическая помощь. Эта специальность отличается тем, что наши выпускники получат сдвоенную квалификацию – педагог-социальный, педагог-психолог. Также Гродненский государственный университет станет единственным в Беларуси вузом, который будет набирать студентов на заочную сокращенную форму обучения по специальности «Логопедия». Станет также доступна дистанционная форма обучения по специальности «Правоведение». Всего планируется, что студенческая семья Купаловского университета в эту приемную кампанию прирастет на 2300 студентов по 54 специальности. При этом нельзя не отметить – в прошлом году вуз открыл сразу четыре новые специальности. Тренерская деятельность, промышленные роботы и робототехнические машины, дизайн виртуальной среды и искусственный интеллект. Студентом этой специальности стал Максим Листопад – тоже, к слову, уроженец Минской области, выбравший из всех вариантов именно Гродно. Он пока только на первом курсе, но его амбиции и планы мотивируют молодого человека упорно работать над собой и своими знаниями. Как и у каждого уважающего себя айтишника, его мечта – поработать в Силиконовой долине. И если повезет, то и в команде Илона Маска. Но прежде чем предстать перед создателем Теслы с воодушевляющим резюме, Максиму предстоит много работы. А первые шаги он делает в стенах ГРГУ. Искусственный интеллект, по мне, это более такая специальность, которая рассчитана инновационной технологией, которые ближе для меня будут. Я надеюсь, я буду действительно хорошим программистом, потому что на этой специальности за первый курс, что я прохожу, я изучил уже достаточно много от языков программирования до математических всяких вычислений. Я думаю, в принципе, работа будет достойной. Математика преподается на высшем уровне, языки программирования также действительно все понятно, все разъясняют. Преподавая такие дисциплины, университет не может и сам отставать от современных реалий. Пандемия, а также веяние времени в прошлом году позволили организовать, а в этом уже совершенствовать и развивать проект «Цифровой университет плюс». Он позволяет подавать документы на поступление дистанционно, написать заявление и выслать документы приемной комиссии для предварительной проверки. И это оказалось востребованным и удобным, так что в этом году абитуриенты также смогут воспользоваться благами цифровых достижений. К слову, высшее образование с этого года стараниями Купаловского университета будет более доступным для широких слоев абитуриентов. В этом году Градинский университет, опять-таки, единственной в республике Беларусь, объявляет набор лиц с ограниченными возможностями. Ребята, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, смогут в режиме онлайн, используя других информационных технологий, получать образование в полной форме, в очной полной форме или же в заочной форме. Стать ведущим инженером строительной или проектной компании, разбираться в гибридных авто, создавать модельные коллекции, помогать реабилитировать детей с особенностями развития, налаживать межкультурные связи и отстаивать чьи-либо права в суде. Выбор будущей стези в руках каждого молодого человека. В конечном счете, все зависит только от желания, а возможности для того, чтобы сделать первый шаг в этом направлении, даст Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. А на Соловей, Яланта Будила, Андрей Шиповалов. Новости Гродно+.